Глава муниципалитета встретился с сотрудниками Винновской районной клинической больницы. Собрание состоялось в конференц-зале детской поликлиники. Валерий Вензель начал разговор с того, что только в тесном взаимодействии медицинских учреждений и районной администрации можно добиваться хороших результатов. Сегодня можно с уверенностью сказать, что проделана серьезная работа по улучшению качества предоставления жителям медицинских услуг. Один из ярких примеров – открытая год назад Мулаковская больница, которая постепенно наполнилась необходимым персоналом и оборудованием. Гудай Гайдарыч, мы говорили, что мы перед собой будем ставить еще более высокую плату. Поэтому мы на этом не останавливаемся. И понятно, что по тяжелому оборудованию и в целом по лекарственному обеспечению в том числе мы держим руку на пульсе. В дальнейшей работе, как сказал Валерий Вензель, выявлять слабые места помогут и жалобы жителей, направленные в Центр управления регионом, открытие которого в нашем муниципалитете ожидается уже скоро, отметил глава муниципалитета и важность появления новых машин скорой помощи. Понимаю, что этого тоже недостаточно. Мы обратились и к губернатору, и к правительству Московской области, для того, чтобы нам все-таки до нормативов еще дотянуть и будем стараться сделать так, чтобы в следующем году мы еще заменили пять корей скорой помощи. На встрече был затронут и кадровый вопрос в сфере здравоохранения. Важно, заявил Валерий Вензель, чтобы врачи и медсестры, живущие в муниципалитете, и работали на территории округа. Они искали трудоустройство в столице, а значит, нужно еще больше предоставлять жилья, оказывать другую поддержку. По окончании встречи глава муниципалитета поблагодарил всех за важный и необходимый труд. Продолжение следует...